дорогие друзья здравствуйте добро пожаловать на мой канал меня зовут светлана воскресенье вечер все дела практически завершены есть возможность говорить о прекрасном о том что мы все с вами любим о парфюмах об ароматах предаться некоторым воспоминаниям мне бы что последние видео все связаны с какими-то воспоминаниями с ностальгией но это наверное оправдана потому что всякий раз когда сталкиваешься с какими-то вещами предметами автоматически вспоминаешь какие-то ассоциации возникают так произошло с парфюмами я вам сейчас покажу несколько парфюмов а вы подумайте в связи с чем я их показываю и отметьте для себя какие из парфюмов есть у вас с какими воспоминаниями они связаны может быть вспомните кто вам их подарил при каких обстоятельствах скорее всего это были очень приятные обстоятельствах в общем давайте погрузимся в воспоминания и так я подобрала несколько парфюмов ну вот среди них машинуар опиум она из эсти шалимар дюра санс банди но и ой ой так покажу все девочки надо было подстелить что-то чтобы не катались флаконы но а неважно произнесла и и это был тетлопедус крясьон у кого есть ставьте галочку новый диора санс вот кристиан диора банди вот пьера пигу она из она из шалимар отмечаете есть и вот у меня такой флакон еще сохранился машинуар в котором еще есть парфюм представляете тоже винтаж и он наш ну и конечно же опиум и тоже у меня есть он всех времен вспомнили но какого-то парфюма здесь явно не хватает и вот его и о нем сегодня мы поговорим и это жозе от геляроши не удивляйтесь что я его приобрела и очень долго не решалась его приобрести так но решилась почему не решалась вообще этот парфюм конечно те кто помнят духи во флаконе созданном когда-то сержем мансо признанного великим дизайнером флаконов многие говорили что ну то что выпущено впоследствии совсем не то и это ерунда и кстати моих первых выпусках про парфюмы некоторые женщины тоже отзывали что они приобретали но это было не то что было тогда и я решилась все таки когда увидела на рандеву что этот парфюм есть я его естественно заказала это парфюмированная вода жилзы но первый парфюм был выпущен в 1978 году и макс говори говори был парфюмером но после смерти геляроши а он умер в 1989 году было обнаружено его завещание в котором он говорил запрещал выпускать после его смерти парфюмы всего компания геляроши выпустила 18 парфюмов записку не взяла после его смерти несмотря на запрет его сын продолжил это дело и спустя 10 лет появились еще восемь парфюмов но на этом как бы по моему в 2002 году вообще прекратили выпускать его парфюмы но потом вновь начали производить и вот этот конкретно парфюм это парфюмерная вода здесь указано копирайт 2011 год и выпущен в сша что такое копирайт это владение авторскими правами на производство вот конкретного парфюма сказать о том что это тот же парфюм ничего не могу и вот эти доводы некоторых дам что ну вот тогда он был другой а а сегодня он вообще никакой для меня но абсолютно неприемлемо я не буду говорить что это смешно нет это неприемлемо для меня конкретно по одной простой причине мы не можем поскольку мы не специалисты абсолютно обладать абсолютным обонянием и такой памятью альфакторной чтобы запомнить вот точно как он пах тогда как он звучал да мы можем помнить примерное направление но как некоторые я почитала пишут вот я там слышала гальбаном я слышала дубовый мох а вот здесь его нет ну что я могу сказать я рад за вас что вы такие памятные что ваша память сохранила эти воспоминания для меня общее направление абсолютно соблюдено и я не случайно поставила здесь машинуар и ст и ноуин и шалимар потому что по своему звучанию сегодня это старая классическая школа абсолютно точно и он вызывает такие же эмоции я не могу сказать да что 38 лет назад у меня были такие же эмоции как и сегодня нет абсолютно я другой человек у меня изменился вкус и у меня изменилось обоняние рецепторы абсолютно точно но он великолепен он роскошен и я сегодня надела вот такой арома браслет он открывается и здесь вот вкладыш такой потрясающий аромат чтобы он был со мной на протяжении всего всего времени пока я записываю видео и так гелярош первый флакон жоузе был создан как я уже сказал сержем мансо и выполнен был в очень такой фантазийной форме которую назвали шапка наполеона но вы помните красивый флакон с такой пробкой причем пробка была не завинчивающиеся а именно притирающиеся то есть вставляли чуть-чуть там внутри надо было провернуть я рассказывала о технологии как делали тогда притертые пробки про сына сказала этот парфюм относят к альдегидным цветочно альдегидным я все-таки отнесла бы его к шипровым цветочным поскольку он достаточно терпкий он достаточно напористый первые ноты особенно этого дают но очень быстро он расцветает как бы и появляются цветы да здесь есть восток безусловно вот сейчас я почитаю пирамиду верхние ноты гальбанум альдегиды цитрусовые ноты ромашка кориандр и персик средний кедр жасмин роза сандаловое дерево ветивер фиалковый корень пачули и в базовых нотах ладан кожа дубовый мох амбра пачули мускус и бензоин шикарные бесконечно женственные безусловно созданы как я уже сказала в духе именно старой школы и я хотела бы сказать вот о чем я его три дня три или четыре дня уже как получила я каждый день его наношу бывает так что какой-то парфюм только получишь начинаешь его разнашивать и как-то вот привыкаешь привыкаешь к нему и этот но просто проник моментально но еще раз говорю и напоминаю о том что мой вкус он не такой как у многих и может быть даже у большинства мне нравятся такие духи именно с характером именно заявляющие о себе стойкие сегодня утром я брызнула себе на плечо на кожу вот до сих пор это благоухает он действительно потрясает выписала себе вот цитату из статьи из журнала по поводу того что вот как многие женщины заявляют ах это не то ах это не так и вообще это невозможно носить так что пишут природа парфюмерии настолько эфемерна что со временем все труднее сохранить точные формулы ароматов меняются материалы из которых изготавливают духи развиваются методы обработки фермеры перестают изготавливать изготавливать выращивать простите невыгодные культуры в результате даже если парфюмерные компании остаются верны оригинальным формулам классические ароматы с применением современных материалов уже не пахнут так как раньше по этим и другим причинам любовные романы с духами как и любой страстный роман склонны к завершению оставляя за собой разбитое сердце но дело то на самом деле не в эфемерности до духов а даже если есть точная формула то я уже десятки наверное раз говорила вот эта организация ифра которая распоряжается какими ингредиентами можно пользоваться какие вносятся под строжайший запрет вплоть до штрафов и и закрытия компаний так вот они это искусство можно сказать этому искусству крылья обрубили и поэтому давно уже нет настоящей франции то есть тех парфюмов вот которые я показала и которые еще до 2010 года делали с использованием натуральных ингредиентов извините не продумала этот вопрос кроме того арабская парфюмерия начала составлять достаточно серьезную конкуренцию французским парфюмам поскольку арабские парфюмеры используют они не подчиняются ифре и они используют натуральные ингредиенты тот же дубовый мох и тот же куренириса и многие другие поэтому если мы возьмем ну так вот на память просто тот же амуаж мы понимаем что там очень много натуральных ингредиентов старая парфюмерная школа это старая школа и моим дорогим подписчицам моего возраста чуть моложе конечно нам знакома эта школа нам знакомы парфюмы этой школы мы были счастливыми обладательницами никаких неподделок никаких реплик а именно того что выпускалась во Франции и приходила к нам кстати по состоянию по моему до девяносто четвертого года Россия занимала вообще первое место по импорту французской парфюмерии вот мы имели такую возможность да это были дорогие парфюмы но они были у нас и слава богу что еще у многих из нас в коллекции потому что получая комментарии на свои видео я благодарю вас вы пишете о том и такой у меня есть и такой а этот вот сохранился с тех еще времен так что чудо что мы обладаем и чудо что есть этот парфюм я мало как-то о нем сказала но скажу еще раз что это относится к старой парфюмерной школе к классике хотя и выпущен в 2011 году но как я понимаю все таки традиции гелярош были соблюдены в настоящее время гелярош относится к лориаль и лориаль выпускает его парфюмы и вот в частности этот вариант выпущен в Америке компания лориаль что хочу сказать аромат редкий не у многих он имеется в коллекции и поэтому те кто имеют его или приобретут его будут неповторимыми в ношении такого парфюма потому что все остальное проходящее классика вечно когда я поговорила со своей подругой из Новосибирска с Натальей и сказала что я заказала себе она восторгалась и тоже заказала вот жду что завтра она уже получит в Новосибирск и за рандеву посылку с этим парфюмом обменяемся с ней мнениями она сказала мне что это был ее любимый парфюм в те времена когда он был и на удивление мне казалось что Наташа голубоглазая красавица должна любить какие-то легкие такие воздушные акварельные парфюмы а оказалось мы с ней на одной волне и мы любим парфюмы альдегидные и шипровые очень приятные единодушия которая выяснилась через столько лет дружбы и так аромат редкий не часто его встречаем пусть он будет нашей коллекции я желаю всем вам здоровья мира покоя и радости несмотря ни на что скажу только что заказывала этот парфюм на рандеву пока он еще есть не думаю что его будет много потому что месяца три назад наверное я его положила в корзину и как я уже говорила не решалась и потом он пропал но вот пару недель назад появился вот в такой расфасовочке 30 миллилитров но мне это 30 да мне этого вполне достаточно потому что парфюмов много жду ваших комментариев жду ваших отзывов благодарю вас за то что вы пишите мне о ваших чувствах о вашем восприятии того с чем я делюсь с вами всего хорошего с уважением ваша Светлана пока-пока пока-пока не так с